Благословен ты наш Господь и Бог Царь Вселенной, являющий свою реальность в собрании своего народа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас из среды народов и дал нам свою Тору. Мы благодарим Тебя, Ишуа, за то, что Ты стал живой Торой, сошедшей с небес, благословенно имя Твое. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, я буду стараться очень быстро, у меня немного времени, поэтому многие местописания я зачитывать не буду, вы их зачитаете самостоятельно дома. Я думаю, что многие из вас любят комментарии и изучают их по домам. Наша недельная глава называется «Ваэтханан», это книга дворим или второзаконие, с 3 главы 23 стиха по 7 главу 11 стих. И глава немаленькая, как видите, она вмещает в себя много интересных вещей, и расскажу это краткое содержание данной недельной главы. Начинается она с молитвы Маше. Маше взывает к Богу и просит, чтобы Бог дал ему возможность войти в землю обитованную. Но на что он получает отказ от Бога? После этого Маше начинает наставление о важности соблюдения заповедей Торы. И особенное внимание уделяется на моменте запрета идолопоклонства. Далее говорится о том, что жизнь израильского народа в обитованной земле, она будет неразрывно связана с тем, насколько они будут исполнять заповеди Торы. И заканчивается 4 глава тем, что по ту сторону Иордана устанавливаются три города-убежища. Пятая глава книги Второзакония, она повествует полностью о десяти заповедях, идет повтор десяти заповедей. И далее мы читаем опять-таки о необходимости соблюдения заповедей. И также в 6 главе с 4 по 9 стих мы читаем нам всем хорошо известную молитву «Шма Израэль». Это идет первая часть этой молитвы, и она в нашей недельной главе. Далее идет указание о том, что детей, израильский народ, он должен воспитывать по заповедям Торы, чтобы дети, они также научались в Божьем руководстве, в Божьем водительстве. И заканчивается наша глава о том, что необходимо было израильскому народу, когда он вступит в землю, все народы, они были, эти народы, закляты, их надо было истрепить. Ни в коем случае нельзя было с ними вступать в родственные связи, потому что израильский народ, он был святым народом. Мы знаем с вами, что это был народ, отделенный Богом для исполнения Божьего плана. И, как я уже сказал, глава большая и интересная, и начинается она интересными словами. Читать не буду, зачитаю только первый стих. «И молился я Господу в то время, говоря». Вы знаете, если мы будем читать, можно подумать, ну и молился Моше Господу. Но я когда читал, Бог акцентировал мое внимание на слове «молился». И я понимаю, что это была не просто молитва, что «молился Моше Господу» – это Моше молился. Представьте на секунду жизнь этого великого человека, который посвятил свою жизнь для служения Богу, для служения Божьему народу и который не может сделать то, ради чего, в принципе, все начиналось. Потому что, если вы вспомните, когда Бог начал говорить с Моше из куста горящего, то Он говорил, что «я увидел проблемы народа в Египте, сенания народа, и я хочу этот народ вывести из Египта и ввести в землю, где течет молоко и мед». И вот Моше дается повеление это сделать, возглавить народ, чтобы сделать, вывести и ввести. И вот Моше стоит на пороге этой земли. Он видит эту землю. Но вы знаете, у Моше была очень хорошая память. И Он помнит. Мы с вами недавно изучали в книге чисел, в 20 главе говорилось о том, что Бог сказал Моше и Аарону, что они за то, что они не послушали Бога и не вели святость его народу, то они не ведут Израиля в обетованную землю. И Аарон уже умер. И Моше понимает, что он не войдет. То, ради чего он шел, конечная цель, он не может этого сделать. И Моше действительно, он молится Богу. Он взывает Богу, прося его о том, чтобы Бог дал ему эту возможность. Вы знаете, мудрецы Талмуда, они говорят, что в Торе записана только совсем малая часть того разговора, который проходил между Моисеем и Богом. Очень интересные мудрецы. Вообще, удивляюсь, какая фантазия у ребят такая. Очень, ух, ну, очень интересные. Много интересных моментов. Но вы понимаете, это человеческие домыслы. Мы видим, что этот разговор был. Писание записано. Оно написано кратко, но очень емко. Из этого мы понимаем, что разговор этот, он был, но был не очень приятным разговором. Потому что в 3 главе 26 стихе мы видим, что после того, как Моше попросил, Господь сказал. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне, полно теперь, впредь не говори мне об этом. Представьте на секундочку. Другими словами, если перефразировать, Господь сказал, все, эта тема закрыта. Больше не говори мне об этом. И представьте на секунду, какое состояние может быть у человека, который всю жизнь служил, сделал один-один неправильный поступок, и получается такая ситуация. Но когда изучаешь данный раздел Торы, понимаешь, что это действительно был великий вождь. Это был великий пророк. Это действительно был великий пастырь. Человек, который говорил с Богом уста в устам. Это был кратчайший человек. Человек, глубоко смиренный перед Богом. Потому что если бы в его сердце не было смирения, я думаю, что реакция у него была бы совсем другая. Но что мы видим? Реакция у него была очень интересная. После того, как Бог ему отказал, он говорит, первый стих четвертой главы, он говорит, Итак, Израиль, слушай, он начинает учить народ. Он начинает делать то, к чему Бог его призвал. Он был пастырем этого народа. И он не стал, он не расстроился. Он начал учить свой народ, продолжать. И динамика нашей всей главы, когда мы читаем главу, у меня создавалось такое впечатление, что Маше, он спешит. Он хочет как можно больше донести до сердец израильского народа, чтобы они хранили заповеди, чтобы они хранили завет, чтобы они исполняли заповеди Торы. Потому что от этого зависит их благосостояние в земле обетованной. И вы знаете, изучая нашу недельную главу, меня также удивила верность этого человека. Действительно, понимая, что он был верен тому служению, тому призванию, в которое Бог его определил. И если мы с вами вспомним, то верность Маше в послании к евреям, в третьей главе, она ставится на один уровень с верностью Машеха. Я вам зачитаю интересный стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Ишуа Мессию, который был верен поставившему ему, как и Маше во всем доме его. Представьте, верность Моисея, она была настолько великая, что сравнивается с верностью Машеха. И возникает вопрос, почему же тогда, если это был такой человек, почему же тогда Бог отказал ему в этой просьбе? Ведь мы знаем ситуацию, ну, в Божьей власти было изменить свое решение. Конечно, он мог это сделать, но Бог отказал ему. Вы знаете, опять-таки, есть много комментариев, много медрешей. Мудрецы говорят о том, что просто Израиль, он входил в новый этап своего развития. И ему нужно было привыкать к естественному, а не чудодейственному образу жизни, потому что мы с вами знаем, что жизнь Маше, она была неразрывно связана как раз с чудесами. Бог дал ему знамение в самом начале его служения. И вся жизнь, она была связана с чудесным проявлением Бога, с чудесными делами, которые Бог являл через Маше и с Маше. Вы знаете, и можно подумать также, что это произошло, потому что ему было много дано, а как мы знаем, в Евангелии от Луки написано, что кому много дано, с того много и взыщется. Но вы знаете, я думаю, что вообще вопрос Богу, почему и за что он неуместен. И Маше это очень хорошо понимал, получил отказ, он не задавал вопросы. Он в смирении продолжал исполнять волю Всевышнего. Он в смирении исполнял то служение, которому его призвал Бог. И я хочу сказать, что в наших с вами жизнях мы тоже можем попадать в такие ситуации, когда у нас будет возникать такой вопрос Богу, почему же. Но привер нашей недельной главы, он в принципе поможет нам этого не делать. Но для того, чтобы этого не делать, нам надо еще иметь одну вещь. Надо иметь хорошую память. Не правда ли, да? Ведь человеческая память, она, к сожалению, очень коротка. Человек очень быстро забывает доброе, хорошее. Ну, там ссоры какие-то помнятся долго, хорошее забывается очень быстро. Это человеческая греховная природа. И вот человеку нужна хорошая память. И Маше, уча народ, он вот в 4 главе, в 9 стихе говорит, «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей». Маше говорит, что надо иметь добрую память, чтобы не забыть всех дел, которые явил Ешуа. От этого зависит то, как ты будешь жить в дальнейшем в обитованной земле. Но чтобы не забыть, должно быть определенное напоминание. И молитва Шма Израэль, она как раз и является этим напоминанием. Потому что вы знаете, что в еврейской традиции эта молитва, она читается два раза в день, утром и вечером. В самой молитве написано, что «И да будут, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась и вставая». На основании этих стихов эта молитва считается и утром, и вечером. И дальше, простите, пожалуйста, и дальше в 8 и 9 стихе говорится, что «Навяжи их в знак на руку твою, и добут они повязкаю над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Мы знаем, что это упоминание о твилине и о мезузе. И в еврейской традиции очень уделяется внимание тому, чтобы, допустим, твилин должен быть с особой кошерной кожи. Там на голову идет, там должно быть 4 отделения, на руку одно отделение. Сшитый он должен быть только жилами, бычьими. В общем, сама перевязь, которая привязывается к руке, и она должна быть только черного цвета. Но вы знаете, я думаю, что акцент все-таки Маше делал не из чего, а на том, что это должно являться напоминанием. Это то, что будет напоминать. Когда ты будешь это делать, оно будет напоминанием того, чтобы ты имел добрую память, чтобы ты не забыл, сколько Бог сотворил чудес в твоей жизни. И, возлюбленный, я хочу сказать, что если мы будем иметь как раз хорошую память и помнить все слова Божии, Его заповеди, то в любой ситуации, какая бы ни случилась в нашей жизни, мы как раз и сможем смиренно принять Божью волю в нашей жизни и следовать в дальнейшем служении Ишуа. Тем более, что мы знаем, что все, что не происходит в нашей жизни, оно к нашему благу. Любящим Богу, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И поэтому давайте в любых ситуациях, которые не возникали бы в нашей жизни, может быть, они уже возникли, может быть, они возникнут впереди, давайте поступать, как поступали мужи веры, как поступал Маше, как поступал апостол Павер, как поступали другие братья веры, и будем жить, как бегущие на аресталище. Вы знаете, да, в Писании написано, что бегут все, а получают награду один. Так давайте будем бежать, чтобы получить. Баруха Шем. Спасибо.